Зареченским школьникам предложили попробовать свои силы в разных профессиях. Сценарист и токарь, веб-дизайнер и актер, журналист и мастер по изготовлению игрушек. В рамках единого дня профориентации в Центре образования и профессиональной ориентации для старшеклассников были организованы несколько тематических площадок. Дети пробуют себя, погружаясь в различные виды деятельности. То есть в результате этих профпроб они делают готовый, производят готовый продукт. Это может быть или написание сценария, или получение каких-то навыков и умение закреплять деталь в станке. За три часа, которые отводятся на профпробы, малым количеством детей под руководством, под наставничеством педагога, значит, они осваивают какую-то часть какой-то профессии. На каждой площадке для подростков были приготовлены задания. О том, как правильно выполнить ту или иную работу, ребятам подробно рассказывали педагоги Центра образования и профессиональной ориентации. На площадке по актерскому мастерству Кристина Шмарева поделилась секретом организации незабываемого праздника для детей. Чаще всего, конечно, особенно если это для детей, какая-то конкурсная игровая программа, да, то интереснее будет как раз-таки погрузить их в какой-либо сюжет, да, чтобы не просто они там бегали, например, по станциям, как у нас это часто бывает, да, а то есть им будет интереснее, если они почувствуют себя какими-то пиратами там, которые ищут клад. В соседнем классе проходил мастер-класс по изготовлению мягких игрушек. На площадке Ларисы Зеленовой подростки шили куклу-сувенир из фетра. Предоставляется выкройка. Девочки будут из фетра вырезать детали куклы, затем руками сшивать, ручными иглами, набивать синтепоном, одевать одежду, пришивать волосы, и эта куколка будет служить как талисман. Единый день профориентации был организован в рамках фестиваля «Профкомпас 21 век». Старшеклассники смогут продолжить свое знакомство с миром профессии, участвуя в новой программе Центра образования и профессиональной ориентации «Навигатор-2020». Для подростков разрабатываются мотивационные программы по нескольким направлениям. «Я мастер», «Актив плюс», «Дизайн» и «Я инженер». Занятия начнутся в апреле. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».